Добрый день, дорогие слушатели! Мы рады вас приветствовать на нашем вебинаре, на котором мы сегодня поговорим о том, как работать в виртуальном классе и как проводить урок, который называется «Живой урок». Ну и не безосновательный он так называется. А почему? Мы с вами сейчас попробуем поисследовать и узнать. Итак, сегодня речь идет о том, как выглядит виртуальный класс и как с ним строится работа со стороны учителя и со стороны ученика. Мы посмотрим на интерфейс, на страницу живого урока, как она выглядит для учителя, для ученика, как с этим работать. Ну, я считаю, что об этом, конечно, стоит поговорить, потому что, в общем-то, слово «виртуальный класс» звучит немного настораживающе и кажется, что это что-то такое не совсем знакомое, может быть, какое-то сложное или пугающее. Ну, а сейчас мы с вами посмотрим, как это выглядит в реальности, как с этим работать. И я вас уверяю, что к концу нашей встречи вы все будете уже точно представлять, что это, и увидите, что в этом нет никакой сложности, и сможете оценить все удобства и преимущества такой работы. А преимуществ немало. Итак, как выглядит виртуальный класс? Ну, для того, чтобы получить доступ в виртуальный класс, нужно зарегистрироваться, получить свой пароль доступа, и это все происходит очень быстро. В данном случае на сайте shop.box.ru вы можете найти этот раздел «виртуальный класс» и получить доступ. Ну, и я думаю, что, наверное, уже у многих он получен, и перед вами уже есть экран, но если нет, то можно его получить. А я просто говорю, что как только вы вводите пароль, перед вами сразу открывается страница, куда нужно ввести этот пароль, и откроется экран. Ну, мы сегодня будем говорить об виртуальном классе для 2-го, 3-го, 4-го класса по английскому языку. И я предлагаю просмотреть это все на примере 3-го класса, потому что устроены они одинаково, и учебники для 2-го, 3-го и 4-го класса в виртуальном пространстве живого урока действуют по единому принципу. Поэтому, глядя на то, как это устроено в 3-м классе, вы будете иметь представление и о 2-м, и о 4-м. Ну, безусловно, там отличается содержательная часть. Итак, сейчас у нас открылся интерфейс со стороны учителя. У учителя он немного отличается вот такой панелью вверху. Здесь, конечно, больше функций. А сейчас я вам покажу интерфейс ученика, и вы увидите, что здесь панель короче и функций немного меньше. Давайте для начала при всем другом внешнем сходстве. Давайте сначала посмотрим от лица учителя, как это выглядит. Итак, перед нами предметные карты, и в числе них мы видим английский язык в двух частях. И нас пока что интересует первая часть, потому что сейчас у нас еще только начало учебы, и она будет состоять из двух частей содержания и результаты. И вторая также точно содержание и результаты. Но то же самое будет и в других классах, и во втором, и в четвертом. И таким образом мы будем работать с содержанием и видеть результаты. Но об этом немного позже. А пока что давайте рассмотрим повнимательнее вот эту верхнюю панель. Итак, первое окошко называется дополнительные материалы. Для чего оно? Оно, ну, как вы уже понимаете, для того, чтобы сюда можно было загрузить дополнительные материалы. Но не то, чтобы они очень нужны, потому что учебник весьма насыщенный, и уже выбрать-то там есть что в самом уроке, и дополнительные материалы могут и не понадобиться. Но все же, вдруг и если, на этот случай вот такая функция. Выберите предмет. Ну, например, мы выбираем английский язык, часть 1, выбрать, и мы можем туда загрузить файл. Выбрать файл в урок 1, 2, 3, 4 мы выбираем файл из компьютера. Это может быть небольшая презентация, это может быть какая-то таблица, наглядное пособие какое-то. Ну, то, что учитель сочтет нужным. Какие-то выводы, особенно, которые захотелось выделить учителю. Те документы, те файлы, которые будут выбраны учителем, можно загрузить, нажав выбранный файл в нужном уроке, и нажав кнопочку «Загрузить». И как только вы нажмете, они сразу появятся у вас в уроке. Ну вот. А далее еще одно окошко называется «Мой класс». Как вы уже понимаете, здесь будут списки ваших учеников. Ровно те, которые вы внесете. Пока что у меня студент с загадочным именем 3200592. Ну, как вы понимаете, это просто учебный сценарий. Ученик включен в класс, результат ученика доступный. Ну, а вы тут будете вписывать имена, логины, фамилии, имя и отчество своих учеников. И тут же вот есть кнопочка «Изменить данные», где, если что-то не так, можно легко изменить. Ну, иногда так бывает, какая-то опечатка или еще что-то. И сроки доступа. Вот здесь кнопочка «Заполнить фамилию и имя и отчество». Как только вы нажимаете на эту кнопочку, у вас сразу возникает возможность это сделать. Далее, следующее окно «Вопросы учеников». Ну, это диалоговый чат. Это диалоговое окно, где можно вести диалоги. Причем, заметьте, что удобно. Диалоги можно вести как с отдельным учеником, нажав на кнопку, нажав на функцию «Выберите ученика». Видите, здесь будет выпадающий список. Пока в моем списке один. Я могу выбрать только его, например, нажав кнопку «Выбрать». И я могу написать ему какое-то сообщение. Ну, вот, например, я вот в этом окошке могу ему что-то писать. Ну, спрашивается, а что я могу ему писать. Например, если это дистанционная работа, то я буду здесь писать задание. Например, делаем, открываем урок 3, делаем упражнение 4, пишем, слушаем, читаем, делаем упражнение 5 и так далее. Если это будет какой-то смешанный урок, где у меня часть класса будет присутствовать на уроке, а часть класса будет работать дистанционно, я могу задавать задание для дистанционной работы. Если, например, у меня будет вкрапляться работа в виртуальном классе «Живой урок» непосредственно в урок реальный, который проходит в классной комнате, то я могу здесь отдельным ученикам назначать отдельные задания, которые они будут выполнять, найдя у себя вот эти сообщения. То есть в зависимости от той формы, которая будет выбрана для работы с классом. Итак, можно выбрать отдельного урока, назначить ему задание, можно нажать кнопку «Весь класс», и тогда сообщение пройдет всем ученикам. И вот это изображение будет означать, что сообщение уже получено учеником. Вот эта зелененькая стрелочка. И нажать сюда можно просто продолжить переписку, она вот здесь высветится. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что функция очень удобная и достаточно нужная. Следующее окно – это помощь. Очень удобно узнать все, что тебе нужно, никуда не звоняя, ничего не разыскивая, все в одном окошке. Посмотрите, еще одна дополнительная панель. Здесь можно узнать общее сведение о виртуальном классе, о том, какие браузеры, платформы поддерживают и так далее. Вот список «Мой класс», о том, как его заполнять, как туда войти, как поэтапно, пошагово. Видите, все-все-все прописано, все спорные сложные моменты выделены красными рамками, все пошагово описано, очень подробно. Если вдруг возникает какой-то вопрос, непременно нужно сюда зайти, и я уверена, что он прояснится сразу. Главный экран. Здесь инструкция о том, как работать с главным экраном виртуального класса. Опять же, вот все-все прописано. Вот содержание, о том, как работать с содержанием, как искать материалы в содержании, с результатами, как работать с разделом «Результаты», контролем дополнительными материалами, вопросами учеников. Ну, то есть все-все здесь прописано очень удобно и компактно. И достаточно нажать на вот эту кнопочку «А» информации и найти ответ на свой вопрос. Ну, я думаю, что он у вас и не возникнет, потому что интерфейс очень удобный и очень дружелюбный. И выход, когда нужно выйти и перейти в другой класс. Если для учителя это важно, а для него это важно, то он мгновенно может это сделать, и это осуществляется путем нажатия этой кнопки. Но пока что мы выходить никуда не будем. И посмотрим, как выглядит интерфейс со стороны, более подробно, со стороны ученика. Теперь, когда мы знаем, что видит учитель, посмотрим, что видит ученик. У учителя есть, у ученика есть окно «Мой дневник», где находит он свой предмет. Вот английский, первая часть. И здесь будут обозначаться его уроки, даты этих уроков, когда он работал с ними. Автоматически будет прописываться дата. И будет два изображения. Вот это вот будет учебник, это будет рабочая тетрадь. И как только он поработал и выполнил задание правильно, у него будут закрашиваться квадратики номера упражнений в зеленый цвет. Как только ошибка, будет высвечиваться красный. Если не сделано задание, не выполнено, оно будет выглядеть вот таким сереньким. Ну вот вы видите, что часть сделана, часть правильно, где-то ошибки, где-то что-то серого цвета. То есть еще не приступал. Вот так выглядит для ученика мой дневник. То же самое абсолютно в результатах видит и учитель. Так же точно у него отображается такая же точная картина. Все те же самые выполненные зеленые, правильно, неправильно, красные. Если не приступал, не сделано, то серые. Следующее окно у ученика «Хочу спросить». Что мы видим здесь? Хочу спросить. Здесь мы видим переписку с учителем. Собственно говоря, то, что учитель ему писал. Видите, да, вот то задание, которое дал. Здесь же он может написать учителю вопрос, нажать на кнопку «Отправить сообщение». Ну, то есть вот вписать что-то там, да, у меня вопрос. И вписать, и отправить сообщение. Как только он отправит сообщение, он сразу придет к учителю, высветится там окошко, и учитель будет видеть. Ну, также точно мы видим, что здесь есть еще кнопочка «Объявления для родителей». Да, вот здесь, например, какие-то объявления висят. Вот правила оформления решений какие-то. Ну, это здесь про математику, потому что это же интерфейс общий для всех предметов. Ну, и, наконец, выход, да, когда нужно выйти из этой зоны второго класса, то вот он всегда нажимает. Ну, вот мы сейчас с вами посмотрели, в общем, как это выглядит. А теперь я предлагаю посмотреть более подробно, более детально, как же выглядят страницы содержания и какие ресурсы здесь представлены. Хочу сразу сказать, что учебник в формате на бумажном носителе, печатный учебник, полностью соответствует этому электронному учебнику. Все упражнения, все задания, все полностью содержание, которые есть, присутствуют в учебнике на бумажном носителе, все полностью отражено здесь. Но в интерактивном варианте это несет более расширенный вид. Более расширенный каким образом? Расширенный именно возможностями интерактивности и мультимедийности. Какие возможности предоставляются в таком формате? Сейчас мы с вами посмотрим более подробно, зайдя и пролистав страницы этого учебника. Ну а в общем я хочу обратить ваше внимание на общность, на сходство. Также точно 4 главы в первой части, как и в том учебнике на бумажной основе, то есть полностью все так же. И то же самое количество уроков, также точно все присутствует. Ну и вот мы заходим в урок 1. Видим, что здесь есть у нас задание учебника и задание рабочей тетради, которые ее сопровождают. Очень удобно переходить из одной части, из учебника в тетради обратно. И мы входим на первую страницу. Но, конечно, этот учебник по объему будет выглядеть более объемным. Вот здесь мы видим целых 9 упражнений. Почему? Потому что в учебнике на бумажном носителе, в печатном учебнике, там упражнения идут подряд, и на одной странице может порой размещаться 5. Но здесь у нас для каждого упражнения отведена отдельная страница. Поэтому вот упражнение 1А, отдельная страница 2, это будет 1Б и так далее. И, кроме того, в самом упражнении будут вот такие еще вкладочки. 1, 2, вот такие переходы могут быть. Но вы, конечно, понимаете, что это обогащение, это дополнительные материалы. Ну и теперь посмотрим, какие же ресурсы оживляют интерактивный учебник, какие ресурсы позволяют работать на нем, с ним живо, весело, интересно, и пробуждают любопытство, и пробуждают желание у ребят работать дальше, больше, и мотивируют их к дальнейшему изучению английского языка. Ну, нужно отметить, что ресурсы можно разделить на мультимедийные и интерактивные, и к мультимедийным будут относиться аудио и видеоресурсы. И аудиоресурсами очень богат этот учебник, видеоресурсы также присутствуют. И вот перед нами первое упражнение, первая страница, сразу мы видим здесь аудиоресурсы. Это средства прослушивания, и такая панель будет всегда присутствовать в заданиях. Посмотрите, здесь все устроено очень функционально и полезно. Ну, вот эта кнопочка, конечно, запускает аудио. Послушай и догадайся, что они говорят. Ну, и так далее. Итак, мы здесь имеем возможность прослушать аудиозапись и поработать с ней, но иногда случается так, что запись не сразу понятна, и нужно повторное воспроизведение. Поэтому вот здесь есть кнопочка сброса, и можно послушать еще раз. Порой, двух раз бывает недостаточно, темп очень быстрый, либо слова непонятные, либо информация ускользает, и хочется послушать, останавливая фрагмент за фрагментом. Перед нами есть кнопочка в правой стороне. Она разбивает на фрагменты трек, и можно послушать часть за частью, и, вслушиваясь, получить возможность более детально подробно услышать непонятные фрагменты. Ну, например, можно дойти, продвинуть до нужного фрагмента и только там начать слушать. Если вдруг нужно еще раз послушать, можно вот этой кнопочкой отбрасывать назад, этой вперед, и так работать с навигацией этого аудиотрека. Это удобно, потому что ребята не все слышат сразу, и иногда нужно дополнительно работать с треками. Я думаю, что вы оцените такой очень удобный инструмент, который способствует легкой и удобной работе с аудиоматериалами. Ну, кроме того, здесь будут еще другие ресурсы. Мы сейчас видели аудио, есть еще мультимедийные ресурсы, видео. Ну, например, вот возьмем третий урок и возьмем задание, задание, которое упражнение 6, и мы здесь видим такой экран. Экран будет означать, что здесь есть видео ресурс, видео фрагмент. В данном случае здесь рассказ о музее детства в Лондоне, и фрагмент рассказывает о том, как там в этом музее, как там внутри, как он устроен, что там можно посмотреть. Конечно, это тоже очень оживляет урок и позволяет ребятам воочию увидеть многое из того, что им пришлось прочесть. Ну, мы с вами сейчас посмотрели примеры и аудиоресурса, и видеоресурса мультимедийных, а сейчас я предлагаю посмотреть, какие интерактивные ресурсы представлены в учебнике. Интерактивные ресурсы позволяют работать непосредственно ученику напрямую с ресурсом и проверять его самостоятельно. Здесь есть кнопочка отсроченной проверки, то есть когда ученик все выполнил и пришла пора проверять, он нажимает на кнопочку «Чек». Если неправильное задание выполнено, то будет выделено красным. Если правильно, то оно будет зеленым. Ну, пока что мы ничего не делали, потому красный. Для того, чтобы сбросить и повторить еще раз, есть вот эта кнопочка в углу правом «Сбросить». И первый ресурс, с которым мы с вами встречаемся, это выпадающие списки. Написано «Чусь», выпадает список, и нужно выбрать. Но в данном случае учатся приветствовать друг друга, выбирая время суток. И мы здесь видим утро. «Good morning». Ну вот действительно все правильно, загорелось зеленым, значит, сделано правильно. И таким же образом мы работаем с другими окнами, выбирая из выпадающего списка. Это быстро, удобно, оперативно. На уроке с этим работать легко, поэтому его можно, такие упражнения с выпадающими списками, можно включать в урок, и не только в дистанционном варианте, но и при использовании виртуального класса «Живой урок», как вкрапление, как часть урока, который протекает в классе. Вот потому что его можно удобно и быстро проверять. Ну, мы с вами видим еще кнопочку «Комментарии». Комментарии возникают, когда есть дополнительная информация, чаще всего страноведческого характера, лингво-страноведческого, либо же грамматического плана. Ну, в данном случае рассказ о том, что в 12 часов в Британии завершается утро, а до 12 говорят «Good morning», а с 12 до 18 говорят «Good afternoon», а после 18 уж «Good evening». При нажатии на кнопку желтую, подсвеченную, комментарий исчезает. Вот когда работа на этой страничке завершилась, то можно нажать на вкладочку, на вторую, и перейти посмотреть дальше, какой здесь ресурс мы видим. Здесь мы видим два ресурса. Один из них – это кнопочка «Help». Она будет часто присутствовать, и если нажимаем ее, то всплывающее окошко возникает, и в нем будет «Help» – помощь, опора, информация. Ну, в данном случае задание – разыграть диалог. Нужно разыграть диалог, и вот перед нами Роми и мама Топси, они разговаривают, и нужно разыграть эти диалоги, желательно не опираясь ни на какую помощь. Но если вдруг возникает проблема, если вдруг у ребенка затруднение, если нужно помочь, то нажать на кнопочку «Help» достаточно, и возникает опора. Ее можно, эту опору, использовать таким образом, например, прочитать в паре, проговорить, потом убрать, и постараться уже воспроизвести по памяти. Ну, если не получается, то вернуться еще раз. Я думаю, что вы согласитесь, что такие всплывающие окошки – огромное подспорье для учителя. Ему не нужно писать на доске опорные фразы, ему не нужно писать на карточках, на каких-то презентациях дополнительных. Это все происходит быстро нажатием кнопочки. Ну, а вот здесь мы видим еще три кнопочки. Это полоса прокрутки. Дело в том, что здесь изучаются приветствия в разное время, время суток, и пока что мы видим на часах 8, поэтому здесь было «Good morning». Нажимаем на следующую кнопочку, и здесь уже на часах час, и, конечно же, здесь уже будет «Good afternoon», что мы видим, собственно, нажав на кнопочку «Помощь». Ну, и последняя картинка – это вечер, 10 часов, и здесь уже будет «Good evening». Смотрим дальше. И здесь мы видим, опять же, трек, и вот такие тоже окошки, выпадающие в списке, ну, то есть уже знакомый ресурс. И вот следующее задание. Мы здесь видим кнопочки «Аудио». Это задание на чтение, оно типовое. Зачем здесь такие кнопочки встроены? Объясню. Они будут встречаться во втором, третьем, четвертом классе. Такие задания всегда. Задание на отработку навыков чтения, на правила чтения, произношения. Мы видим, что здесь идет такой ряд. Транскрипция. И то место в слове, где будет звучать этот транскрипционный значок, где будет звучать этот звук, который отражен в транскрипции, выделен жирным. Ну, а если вдруг ребенок забыл, как звучит эта транскрипция, то вот она, кнопка помощи. О. Ну, и, соответственно, тогда легко вспомнить, что это О, short, morning, good morning. О. Two, afternoon, good afternoon. Все, что выделено жирным, будет читаться так, как в транскрипции. И так, следуя поэтапно, ребенок может пройти все строки и, опираясь на эти кнопочки, вспоминая, как звучит транскрипция, прочитать все слова. Думаю, что вы со мной согласитесь, что это необыкновенно удобная и полезная опора для обучения чтению, для изучения транскрипции, правил чтения. И, конечно же, этой опоры нет в учебнике, поэтому, например, когда идет урок в классе, можно использовать этот ресурс как опору для повторения транскрипции, просто вклинив его, это задание, вход урока в классе, который проходит. Вот еще одна, еще один ресурс, мы здесь видим, это выделение, маркирование цветом. Набирая краску, мы можем выделить, нужное слово, фразу, гражение. И мы видим, что здесь как раз вариант мгновенной проверки, в большинстве случаев здесь отсроченный контроль, но в данном случае мгновенная проверка. То, что неправильно обводится красным, то, что правильно зеленым, ну вот, такой тоже хороший ресурс, очень удобный, и детям очень нравится такая работа, они наслаждаются. Ну вот здесь еще одна кнопочка Help, собственно, мы с вами уже практически увидели, ну это тоже такой же похожий ресурс, вот полоса прокрутки и Help. Ну посмотрим еще другие, например, мы с вами посмотрим урок 3, и мы здесь видим, вот она кнопочка помощи, да, здесь песня выпадающая, выплывающая, в всплывающем окне, комментарии, которые дают нам рассказ, более детальный, грамматический справочник открывает, вот еще такие же вкладыши с кнопкой помощи, ну то есть вы видите, что задания достаточно типовые, похожие, ну вот здесь есть маркирование, да, маркирование по клику, нужно послушать, выбрать, кто же друг Топси новый, по описанию, и выделить его, ну и из описания судя, мы выделяем вот этого, проверяем, и он совершенно точно тот самый снеки, тот самый друг, вот такое маркирование кликом, это уже знакомый вариант, ну вот еще незнакомый вариант, вот такие плюсики, когда в тексте видим плюсики, это означает, что здесь иллюстрация, ну например, здесь рассказ о музее детства, и мы говорим, что здесь у нас будет, в этом музее детства, присутствовать много игрушек, и например, игрушка под названием панч, что же это такое, вот мы можем прочесть, что у него большая голова, светлые волосы, большие коричневые глаза, огромный нос, но все равно очень трудно, представить себе, кто это, и в таком случае, очень помогают иллюстрации, особенно они помогают детям, у которых такое богатое воображение, и трудно переоценить, значение иллюстрации в детском возрасте, вот он панч, своей неизменной спутницей Джуди, петрушка довольно известен, но тем не менее, еще раз мне вредно посмотреть на него, вот Jumping Jack, кто же это такое, Джек-попрыгунчик, вот он как выглядит, этот Джек-попрыгунчик, а вот Jack in the Box, чертик в табакерке, вот такой он выскакивает из табакерки, вот вы видите, как выглядят иллюстрации в этих текстах, в каждом тексте практически есть такие иллюстрации, и всегда можно компактно посмотреть в нужный момент ножа, во вкладке есть еще одно задание, этот ресурс называется перетягивание, и мы для того, чтобы проиллюстрировать отрывок из текста, выбираем какой-то кусочек, какой-то фрагмент, и читаем его, и затем иллюстрируем его вот иллюстрацией из рамки, в данном случае здесь рассказ о петрушке, поэтому мы перетягиваем сюда окошко петрушку, здесь рассказ о панче, вот и панче мы сюда перетягиваем, ну и проверяем, да, все правильно, и на следующей страничке тоже у нас вот Jumping Jack, чертик в табакерке, неправильно, вот там Jumping Jack и чертик в табакерке, и тоже все правильно выполнено, ну и вы видите, что здесь уже знакомые ресурсы, вот это аудио, и домашние задания обычно это бывает, напиши об одной из игрушек, вот эти игрушки на полосе прокрутки, и вот она кнопка помощи, помогает составить этот рассказ, ну и вы видите, да, что раз за разом, шаг за шагом, мы узнаем достаточно знакомые, в общем-то, уже теперь нам ресурсы, ну вот посмотрим еще один, здесь нужно спросить, кому принадлежат вещи, и разыграть диалог, но для того, чтобы спросить, кому принадлежат эти вещи, нужно сначала понять все-таки, что отвечать, и здесь опять же вот такие вот плюсики, нажимаем на плюсик, и подсвечивается только вещь, и ее хозяин, в данном случае картинка, и сестра, мы видим, что картинка принадлежит сестре, нажимаем, и исчезает изображение шахматы, а шахматы принадлежат брату, а обезьянка, а обезьянка Питу принадлежит, ну а коробочка тоже Питу принадлежит, я думаю, что вы можете себе представить, как будут рады дети играть такой игрушкой, и вы видите, что такая, в общем-то, совершенно не особенно, атрактивная, не особенно занятная тема притяжательный падеж, sisters' bag, brothers' picture, вот оно сразу оживляется, сразу привлекает к себе внимание, хочется в этом задержаться подольше, понажимать на эти кнопочки, поиграть, вот, и мы видим, что в игровой форме здесь совершается путешествие в страну грамматики, и вот эти картиночки, они повышают мотивацию, вот, и привлекают внимание детей, и скрашивают, раскрашивают, даже, может быть, не очень интересные для них такие грамматические моменты. Кроме того, что мы с вами сейчас увидели в учебнике с точки зрения ресурсов, они типовые, вот то, что мы увидели в первом уроке, втором, третьем, оно повторяется и далее, практически везде мы с вами просмотрели эти ресурсы, выпадающий список, перетягивание, маркирование цветом, подчеркивание, выделение цветом, маркирование по клику, ну, кроме того, еще может быть вписывание, когда в какие-то пробелы нужно будет вписать. Вот, например, в рабочей тетради вот такое упражнение, прочитай текст и подпиши название частей тела. Ну, в данном случае здесь мы видим, вот, например, нос, да, и пишем нос, ну, и так далее, и тоже можем проверять. Эти задания тоже полезны, они полезны и цены, хотя бы уже тем, что они интегрированы, они позволяют работать с клавиатурой, и они повышают IT, awareness, знания интегрированные, получается, да, информационные технологии и английский язык. Но единственное предупреждение, что у ребят еще не очень хорошо сформированы эти навыки владения и работа с клавиатурой, поэтому, когда будете планировать такие задания для урока, если они будут на уроке, то отводите достаточное количество времени, потому что поиск каждой буквы, как показывает опыт, отнимает изрядное немалое количество времени. И поэтому, может быть, разумнее это задавать надо. Ну, по крайней мере, если это будет использоваться в классе, то тогда это нужно уже с учетом времени дополнительного планировать. Кроме того, что мы уже увидели, я хочу показать еще, что в учебнике есть еще список песенок и стихов, которые были использованы на протяжении всего учебника. Полезные правила, грамматические правила, вот мы можем сюда зайти сразу в правила и увидеть, что они прописаны по урокам. Урок 5, 14, 20, 21, 30. Ну, вот таким образом. То есть, зайдя сюда, можно определить, какие здесь правила были использованы и на что опереться. Кроме того, есть еще список слов, родлист и неправильных глаголов. В третьем классе уже начинается изучаться прошедшее время, и перед нами такой список неправильных глаголов. Видите, что они здесь с транскрипцией, с переводом и с аудиосопровождением, то есть нажав на кнопочку, можно услышать, как он читается. Write, wrote, through, thought, took. И так далее. И это тоже очень полезно, потому что, что греха таить, иногда наши ученики знают, как они пишутся, но затрудняются в произношении. Чтобы снять эту трудность, вот, пожалуйста, есть такая возможность поработать в таблице. Ну, еще вот то, что хотелось показать, это родлист, список слов. Посмотрите, в алфавитном порядке здесь приведены окошки, и нажимая, например, на A, мы получаем здесь все слова незнакомые, которые нас интересуют. Мы можем их послушать, послушать перевод, почитать перевод и послушать, как оно скажется. Afternoon. Good afternoon. Angry. Animal. И так далее. Это тоже очень важная возможность, и ей нельзя пренебрегать ни в коем случае, потому что, как произносится слово, очень важно. Это важно, как коммуникация, чтобы вас понимали, и вы понимали. Ну, это очень важно знать, как правильно произносить. Поэтому я призываю работать со словарем, и очень рекомендую это. Вот мы сейчас с вами посмотрели, как выглядят страницы учебника, и мы видим, что там, где уже поработано, вот подсветилось зеленым, там, где еще работа не завершена, она желтая, значит, она не закончена. И я предлагаю пройти на страницу результата. Мы сейчас с вами, напомню, на странице ученика, и вот мы видим результаты ученика. Все, что он проделал правильно, высветилось зеленым, то, что проделал неправильно, высветилось красным, вот здесь, то, к чему не приступал, высвечено серым. Вот это по учебнику, вот по рабочей тетради у нас такие итоги сейчас. И то же самое будет, напомню, видеть учитель. В общем виде вы сейчас получили представление о том, как выглядит работа в виртуальном классе, ну и остается, наверное, обратиться еще к рекомендациям, как это использовать. Ну, я еще раз повторю, я уже говорила несколько раз об этом, что виртуальный класс может использоваться в трех режимах. Один из режимов, это полностью дистанционная работа, ну это понятно, если так складывается, что возникла необходимость, то работает полностью дистанционно класс и в этом режиме. Тогда учитель в диалоговом окне может писать свои замечания, комментарии, вот здесь вот вопросы учеников в окошке, и все здесь у него будет отражаться. То есть он пишет, какое упражнение, какой урок, и дети выполняют и задают свои вопросы. Кроме того, это можно использовать и в смешанном режиме. Смешанный режим, когда часть учеников присутствует в классе, часть работает дистанционно, ну в случае какой-то болезни, вынужденного отсутствия, всякое в жизни бывает. И тогда опять же тем ученикам, которые работают дистанционно, можно писать задания тоже в этом диалоговом окне, а остальные будут работать и в классе. Ну и наконец можно использовать этот вариант работы, я имею в виду живой урок, как вкрапление непосредственно в урок, который проходит в классе, в присутствии учащихся, и какие-то отдельные фрагменты выбирать для работы. Ну, помнить о том, что СанПин разрешает 15 минут непрерывной работы, потому выбирать, отбирать те задания, которые будут наиболее рациональны, наиболее практичны. Может быть, те, которые нужно сразу проверить будет, чтобы это было оперативно, с выпадающими списками или с перетягиванием. Может быть, это будут аудиоресурсы, когда нужно послушать, разбить на фрагменты, каждый фрагмент проговорить отдельно, отработать с произношением. Может быть, это будут работать с произношением, с транскрипциями, с правилами чтения. Может быть, вы выберете какие-то другие ресурсы, которые покажутся вам оптимальными, удобными и полезными на данном этапе урока при подготовке вашего класса соответствующей. Вот это зависит от вас. И этот виртуальный класс – это, конечно, призыв к действию. Это удобно. Вы видите, что здесь очень удобный интерфейс. И здесь есть что выбрать с точки зрения богатых ресурсов. Каждое упражнение можно проверить. Каждое упражнение оживает. И теперь вы понимаете, почему называется класс «Виртуальный живой урок». И это мотивирует детей, это стимулирует, пробуждает в них желание и удерживает желание работать, заниматься, играть. А играет – учить и знать. И очень-очень повышает желание учиться, что, я думаю, очень-очень важно и очень ценно. И что, конечно же, нужно поддерживать. Я думаю, что сейчас вы уже получили достаточно объемное представление о том, как работать в виртуальном классе, в начальной школе, во втором, третьем, четвертом классе. И представляя, где можно найти информацию, вы можете почитать еще дополнительно или запросить доступ, получить доступ к этому живому уроку и посмотреть и испытать это самому со своим ребенком, со своими учениками и оценить все удобства и преимущества работы в виртуальном классе. Ну, а мы ждем вас на других наших вебинарах. В ближайшее время мы поговорим об особенностях изучения грамматики во втором классе. Далее будем говорить о том, как работать с тетрадями, печатными и электронными, и интерактивными. И я думаю, что все эти вещи будут тоже вкладом в копилку, потому что все это можно использовать и при работе в живом уроке и при работе непосредственно в виртуальном классе. И все эти инструменты, все эти техники, знания, все они будут вести к главному, к тому, что детям будет интересно учиться, и они будут узнавать новое, а учителю будет работать легко и приятно. Ну, ждем вас на следующих наших вебинарах. Благодарю за внимание. Всего хорошего и до свидания.